Не успела затихнуть история с угрозами расправы над журналистами на Киевской трассе, как депутат областного совета от партии «Доверяй делам» Олег Киктенко оказался в центре очередного скандала. Как пишет издание «Мегафон», инцидент произошел на Таирово на улице Академика в Вильямсе. Местные жители пытались помешать депутату Киктенко устроить под окнами жилого дома грандиозную стройку, в результате чего попали, что называется, под горячую руку. Олег Михайлович, мы все зафиксируем, Олег Михайлович, не переживайте. Помоги, Олег, встань. Нога застряла. Оля, уходите оттуда. Вот этот человек только что толкнул женщину, куча свидетелей. Оля, не подходите к нему, он ненормальный. Датчики. Оля, отойдите от него. Оля, девочки, звоните, Карина, звони в полицию, он Олю ударил. Конфликт тянется уже несколько лет. «Мегафон» пишет. Жители домов по улице Вильямса 59К и 59Д в 2016 году создали два СМД. Это стоящие рядом два дома, которые построила компания Киктенко, молодежный кооператив «Дом». В домах живет 2,5 тысячи человек. Обслуживающий эти дома кооператив «МЖСТ Дом» также принадлежит к Киктенко. Он не передает нашему СМД в управление эти дома. Просто не хотят и все. Хотя мы выиграли все суды. В наши дома встроены его бизнесы, за которые мы платим. Автомойка, ресторан, медицинский центр, супермаркет. Все это находится внутри дома. Он присвоил помещение и оборудование котельной. И 6 марта отключил отопление. Сидим без тепла. У него там также есть нелегальные стоянки, с которых он незаконно собирает деньги. Также на газоне, в метре от нашего дома, Киктенко начал стройку. Земля ему не принадлежит и разрешения на строительство нет. Там выкопали котлован, поставили арматуру. Приехала бетономешалка. Утром мы встали и переградили ей путь, чтобы они залили бетон. Все вылилось в этот конфликт. Приехал Киктенко и избил женщину. Мы до сих пор тут дежурим. Конец цитаты. Депутаты, доверяя делам, настолько уверены в своей безнаказанности, что устраивают бесчинство средь бела дня. Не так давно тот же депутат Олег Киктенко был замечен в конфликте на автозаправочной станции. И это именно он угрожал журналистам расправы. Когда депутат улосовета Киктенко, когда он сказал, что вы можете не доехать в Одессу или можете доехать в багажнике автомобиля, то вот этот момент я счел как опасным для себя, для других журналистов. Я сегодня обратился с заявлением А в полицию, Б в НАБУ, потому что вижу прямую причинно-следственную связь между вот этим инцидентом, между этими угрозами и делом, которое сегодня рассматривает Салонский суд. Дело в том, что уголовное дело НАБУ открыто по обращениям нардепов, которые, двое из них, ссылаются на расследование громадского следства по поводу вывода из коммунальной собственности имущества громады ОКЕС. И их угрозы я связываю напрямую с тем, что они узнали во мне журналистов, которые расследуют вот такие случаи, и их действия были направлены на то, чтобы запугать или оказать багажнике. Казалось бы, после того инцидента дальше уже некуда. Но вот вам новая история 7 марта. Не стесняясь ни камер, ни присутствующих людей, депутат дает женщине пощечину и прямым текстом посылает всех, кто делает ему замечание. Вот вам истинное лицо довеределам. Кстати, издание «Сбиркомп» пишет, что приехавшие сотрудники полиции и местные чиновники утверждают, что депутат не мог предоставить никаких разрешительных документов на строительство, но разбирать стройку не стали. То ли времени нет, то ли желания. Продолжение следует...